Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на очередной торговой сессии уходящей недели 2016 года. Продолжаем мы с вами визуализировать интересные движения. Пока их что-то не видно, но я надеюсь, что еще не вечер. И все-таки сегодня волатильность должна быть повыше, поскольку и отчетов, пусть немного, но они, по крайней мере, в календаре присутствуют. Мы ждем сегодня отчет по уровню доверия потребителей. О США о нем я поговорю чуть позже, когда мы с вами переключимся на пару доллар-японская иена. Ну а сперва давайте прибежимся по нашему привычному набору торговых инструментов. Начнем традиционно с того, что же у нас сейчас наблюдается на рынке энергоресурсов. Вчера, как вы знаете, нефтяники отдыхали. Сегодня уже, в принципе, возвращаемся к полноценным торгам. Волатильность, как уже было отмечено, оставляет желать лучшего. В целом сейчас котировки по бренду 55.85. Как я отметил в ходе вчерашнего брифинга, я думаю, что сейчас не лишним даже будет говорить о том оптимизме, которые продолжают отыгрывать трейдеры в надежде, что достигнутые договоренности ОПЕК, то есть стран, соответственно, экспортеров нефти, ближневосточные организации, вкопи с теми регионами, которые не входят в этот конгломерат, в это объединение, это соглашение будет реализовываться, работать и, соответственно, может поспособствовать восстановлению баланса цен и баланса, в принципе, между ключевыми экономическими категориями спроса и предложения на всем рынке черного золота. Мы об этой теме с вами говорили очень много, поэтому думаю, что все вы уже уяснили для себя конкретную позицию, у всех у вас есть свое видение, к чему это может привести. Я надеюсь, что среди вас есть трейдеры, которые так же, как и я, относятся к разряду скептиков по поводу того, что стоит ожидать какой-то прогресса от этого. На этой неделе у нас несколько отчетов, которые касаются рынка энергоресурсов. Из-за того, что праздники, соответственно, отчеты едут по торговым сессиям вперед, то есть не совсем обычное время, мы с вами ждем данные по Американскому институту нефти. Это в четверг и также в четверг еще официальная статистика от Минэнерго. Вот не поленился специально для вас, посмотрел, какие же отчеты были представлены рынку и, соответственно, трейдерам в последние 2-3 года. Оказывается, что в последний месяц, декабрь, что 12-го, что 13-го, что 14-го, что 15-го, в большинстве своих случаев есть такая закономерность, что запасы начинают расти. Пусть там и не существенный прирост, конечно же, но он как таково не имеет значения. Самое главное, что статистика со знаком плюс в данном ключе. И для нас это негативный, скажем, фундамент, который, разумеется, приводит к ослаблению цен на черное золото. Ну, должен приводить. Конечно же, все может быть совершенно иначе, поскольку рынок сейчас не совсем обычный. Это рынок, который, в принципе, сейчас действует и отторговывает идеи в условиях низкой ликвидности. Поэтому могут быть какие-то форс-мажоры, могут быть какие-то движения, которые трудно объяснить. Но мы с вами ждем эту статистику. В пятницу, соответственно, подведем уже под закрытые недели итоги. И в пятницу еще, перед самым Новым Годом, у нас будет отсчет Baker Hughes по количеству уникальных терминалов. Вы знаете, что мы также ждем увеличения, продолжения рост уже девятую неделю подряд и, соответственно, дополнительного давления. Я считаю то, что мы можем надеяться, что рынок энергоресурсов под закат 2016 года сделает нам такой небольшой презент и хотя бы просядит примерно 53 долларов за баррель. Потому что, ну, уже выстрадали мы этот ценовой уровень. Наверное, было бы сейчас логично дождаться консолидации все-таки с небольшим уходом вниз и приближение, на мой взгляд, к более проданным ценовым значениям. Но очень высоко сейчас Brent торгуется, так же, как и WTI. И, разбираясь, опять же, при первых причинах, конечно же, мы можем говорить только о том избитом фундаменте, о котором мы говорили очень много. Российская валюта против доллара 60.89. Складывается ощущение, что рубль претендует даже на то, чтобы оказаться в районе 60, может быть, даже еще ниже. И интересное наблюдение, я думаю, что кто-то из вас уже с ним сплакнулся, то, что как только опара преодолела поддержку 61, как тут же все стали говорить о исключительно позитивном будущем для рубля. То, что российская валюта крепнет, дальше будет 50-45 рублей против американца. И сейчас нужно, сломя голову, бросаться в обменники, чтобы менять валюту, соответственно, на российский, собственно, валютный инструмент. Я считаю то, что это явное подтверждение классической психологии, которая всегда работала, работает и будет работать. Как только в обменниках начинают скапливаться очереди, как только рядовые граждане начинают верить в то, что для рубля она стала самая лучшая пора, это значит то, что от рубля нужно избавляться как можно быстрее. Поэтому, ожидая снижения цен на нефть, которые, разумеется, в случае реализации, эта идея тут же скажется на динамике российского валютного инструмента, ожидая то, что рубль вынужден ослабеть, исходя не только из конъюнтуры, которая сложилась на рынке углеводородов, но и, соответственно, статистики, мы также еще про санкции с вами поговорим в начале 2017 года, я думаю, что по-прежнему много факторов, указывающих то, что мы можем ставить на возвращение пары в район 65. Я думаю, что многие из вас с этим согласятся. Доллар против иены, котировки 117.35. Говоря про вчерашнюю торговую сессию, пожалуй, это единственный дуэт активов, о котором сейчас стоит поговорить, поскольку вчера был довольно насыщенный день с точки зрения статистики японского происхождения. Ну, в целом, можно сказать то, что доллар, конечно же, начал неделю на минорной ноте и пропустил вперед своего японского конкурента. В частности, если разбирать причины, с чем это было связано, я думаю, что вот эта коррекционная динамика, монотонное снижение на рождественском и несклюбидном рынке, это вполне логичное поведение американца против иены. Возможно, основной причиной из-за того, что доллар несколько потерял и то, что интерес трейдеров к нему охладил, это то, что американские облигации отошли от многомесячных максимумов, то есть замыкали практически неделю по трейжере с 10-летним в районе 27-месячного максимума. Сейчас, конечно же, бумаги торгуются уже пониже, но в целом позиционное настроение не меняется. Я хочу отметить то, что спрос на доллар был подорван еще решением Трампа назначить в качестве главы, скажем, торгового бюро США Питера Навара, который известен своим радикальным подходом, своими ультралиберальными взглядами касательно торгово-партнерских связей, торговли с Китаем. То есть, как только такое назначение было озвучено, скажем, в средствах массовой информации, все тут же стали говорить и вспомнили об одном из предвыборных обещаний, которые были обозначены со стороны Трампа во время предвыборной огонки. То, что став президентом, конечно же, он будет проводить исключительно профессионистскую политику. И эта политика может быть выражена в повышении экспортных пошлин для Китая, да и не только для Китая, буквально для многих основных партнеров. То есть, это, конечно же, риск. А вот, с другой стороны, если развивать эту тему, может быть, даже Китай от такого протоксионизма выиграет. Потому что политика Трампа через его бюджетное стимулирование, через фискальные меры, будет, конечно же, направлена на улучшение показателей ООП. В конечном счете приведет к более жесткой монетарной политике и к более дорогому доллару. Как следствие этого, возможно, экспортные показатели несколько просядут, а вот, что касается импорта, то он вырастет. Естественно, регион, который покрывает импорт других, скажем, участников мировой экономической системы, это экономика поднебесная. Я думаю, что при любом раскладе все равно Китай будет в плане торгово-партнерских связей на очень хорошем счету по-прежнему и вряд ли столкнется с какими-то серьезными трудностями. Если рассуждать дальше и говорить о том, что можно увидеть по паре доллара и японская иена под конец 2016 года, вы помните, я уже говорил о том, что скорее всего лучше придерживаться длинных сделок, но и допускать то, что может произойти и непредвиденное движение, которое связано с фиксацией, опять же, профита перед закрытием, собственно, очень волатильного, крайне насыщенного события 2016 года. Сегодня у нас уровень доверия потребителей, как я отметил, 18.00. По Москве выйдет этот отчет. Можно сравнить этот релиз с мичиганским индексом, который вышел в пятницу. Статистика была очень хорошая. Действительно, доверие потребителей увеличивается, потому что все с оптимизмом смотрят в будущее. Все это благодаря Трампу, уверен в укреплении и усилении рынка труда, в рост заработных вклад, ну и, как следствие, верит в то, что экономика будет чувствовать себя лучше, чем при прошлом президенте. Поэтому сегодняшняя статистика по доверию потребителей, я практически уверен в то, что будет хорошим, в сравнении с мичиганским индексом. Поэтому логично говорить о том, что доллар может получить поддержку. Но вот второй вопрос. Станут ли трейдеры под закрытие 2016 года обращать внимание на рядовые, трассовные макроэкономические отчеты? Ведь все, что они хотели услышать, уже услышали, так же, как и мы. И знаем то, что ФРС даже сам лично уже подтвердил, что, наверное, нет никакого отчета в плане негатива, который может заставить отказаться от вектора жесткой политики и трех повышений процентной ставки, которые были озвучены, анонсированы и вот так ожидаемыми рынком, вот предстоящие несколько аквартов, а ближайших. Поэтому, что бы ни случилось, все-таки, если вы средний и долгосрочный трейдер, здесь нужно только покупать эту валидную пару и даже не задумываться. Если хотите рискнуть, ну, тогда нужно пойти сейчас в Аббанк и все-таки допустить возможность локальной коррекции, может быть, даже до уровня 115,5, может быть, еще пониже. Но это только для тех, кто хочет попробовать переиграть рынок, хотя, наверное, это будет не так уж и просто. Также отмечу, что вчера мы в целом видели то, что, как я уже отметил, бакс находился под локальным давлением, и это значит то, что японская валюта укреплялась. При этом против иены не смогли сыграть даже сверхмягкие комментарии со стороны руководства японского регулятора Курады, который отметил, что в 2017 году банк Японии настраивается на более решительные действия, которые будут направлены на достижение целевого показателя по инфляции. Вот тоже избитый фундамент, мы о нем говорим регулярно, постоянно, но вдвойне приятно, конечно же, о нем говорить, когда он подтверждается актуальными наблюдениями и высказываниями. А вот вчера на основе он был крайне актуальный, поскольку мы с вами анализировали протокол и имели возможность послушать фактически в прямом эфире выступления председателя банка Японии. С долларом японской иены также все ясно. По евро-доллару я предлагаю на этой валютной паре не останавливаться, поскольку мы уже отметили множество причин, из-за которых евро будет смещаться. Не быстро, конечно же, потребуется еще, возможно, даже не один месяц, учитывая, как неохотно евро идет в район паритета, но это будет давление, которое у Эйн как маховика начнет расхочиваться в предстоящем году, и негатив будет особенно усилен, исходя из политической темы. Это, если опустить даже глаза, закрыть глаза на банковский и итальянский кризис, который сейчас является более даже актуальной темой, чем предстоящие выборы во Франции и Германии. Фунт против американца. Фунт вообще является одним из ауцайдеров. Из 15 последних торговых сессий мы видим, что 12 он теряет, за неделю потерял больше 2%. Сейчас в котировке 1.2269, и если он пробьет уровень 1.22, там уже будет выставлена ковровая дорожка, чтобы коснуться нашей с вами цели. Если мы до конца этой недели увидим уровень 1.21, я думаю, что кто-то очень заинтересован, чтобы мы очень неплохо, даже неправильно сказать, прекрасно закрыли 16-й год, потому что фунт, вот один из немногих инструментов, который пока не дал нам ожидаемый профиль, но я думаю, что даст. У нас не заоблачные цели, мы с вами не ждем 1.15, ну, может быть, потом поставим. Но пока цель 1.21 и неуклонно фунт против американцев замещается к этому значению. Евросвиси. Хорошо, что отбился от уровня 1.07 еще раз доказала валютная пара, что это уровень такой сакральный, незыблемый, это уровень повышенной активности и вмешательства в ситуацию на валютном рынке со стороны Национального банка Швейцарии, те же самые валютные интервенции. Ждем 1.08. Доллар канадец очень быстро реабилитировался после распродажи накануне. Мы видим, как сегодня с азиатской сессии пара стремительно идет вверх и еще несколько десятков пунктов мы перепишем с вами максимальный уровень с марта этого года. Поддерживает идею, конечно же, потенциал присутствующей роста доллара, ожидания слабости и снижения нефти и по статистике, о которой мы говорили вчера. Это по ВВП, по индексу потребительских цен, цен, которые настраивают нас на более мягкую риторику со стороны руководства монетарного Канады. Это уже, правда, первый квартал 2017 года, но я думаю, что мы решение о снижении процентной ставки с вами все-таки дождемся. Американский фондовый индекс S&P уверен продолжит двигаться вверх. Ну, возможно, не на этой неделе. На этой неделе нам в лучшем случае стоит настраиваться на консолидацию, потому что, ну, действительно отдыхают. Все отдыхают. Может быть, предпринято попытка показать еще рождественское ралли. Но если появятся какие-то задавки для этого, я вам о них расскажу, потому что буду с вами и завтра, и послезавтра, и, соответственно, еще и пятницу. Будем следить за новостным фоном, пока ничто не позволяет нам отказаться от длинной сделки по S&P. Что касается золота, здесь наша цель. Это тысяча... Сейчас котировки актуальнее 1137. Нам нужно снова пробой поддержки 1130, а наша цель 1100. Из важных событий, как я уже отметил, уровень доверия потребителей и в ночь, по сути, с авторника на среду, парочку релизов из Японии, промо-производства, ироничные продажи. О них мы поговорим уже завтра утром. Я думаю, что прямо с этого фундамента и начнем наш брифинг. По остальным валютным парам все без изменений. Они нас в целом даже не интересуют, поскольку мы с вами уже в профите. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание. Не забывайте, что если есть вопросы, вы их всегда можете задать на нашем социальном канале на YouTube, либо на форуме Amarkets. И не забывайте, что до конца этого года вам доступен уникальный бонус на пополнение в размере 20-17. Спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания.